Донбасс 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 от возможных осколков, либо стекла, вы тем самым можете себя уберечь. Одно главное правило, ни в коем случае нельзя залегать возле окон, ни в коем случае нельзя забегать в подъезды. Если мы берем многоэтажные здания, а тем более новые торговые центры, если в более оживленном районе, они, новые постройки, весьма хрупкие. Этот бетон просто рассыпается и вас может засыпать. Поэтому, если вы находитесь на улице, самое надежное место это какое-либо углубление канава. Даже если абсолютная ровная площадь, лучше прижаться, максимально прижаться к земле. Желательно, если вы поняли, с какой стороны ведется обстрел, то ногами в сторону источника обстрела закрыть голову руками и приоткрыть рот, чтобы вас не контузило от взрывной волны. Рассмотрим ситуацию, если начался артобстрел или же авиаудар, когда человек находится в здании. Человек, к примеру, был в это время дома в квартире и услышались взрывы. Первонаперво, что нужно сделать, это отойти от окон. Как мы уже говорили, битое стекло, осколки стекла, которые вылетают моментально от взрывной волны, могут принести тяжелые ранения. Если вы находитесь в квартире, то наиболее безопасным является ванная. Это комната, где нет окон и которая находится в центре квартиры. Находясь в любом здании, желательно спуститься на нижний этаж, либо же в подвал, если это возможно. Но подвалы тоже нужно рассматривать, смотря какое здание. Если это капитальное здание, то, конечно же, в подвал. Если вы в частном доме, у многих есть погреба. Все зависит от того, какой это погреб. Погребы в большинстве случаев у нас оборудованы только одним входом и выходом. Поэтому желательно написать в квартире, в доме, оставить большой плакат с надписью. Во время артобстрела мы прячемся в погребе и где он находится. Потому что, не дай бог, если вас там привалит, чтобы знали, где искать. По опыту Первомайска, на подвалах, где люди регулярно прятались, писали надпись «Люди». Это делалось для того, чтобы знали, вдруг, если что произойдет, знали, где прячутся люди, где их искать. Лучше всего прятаться, это либо ванна, либо, если в любом здании, ближе к несущей стене. Нужно сесть, желательно угол, присесть и, конечно же, закрыть голову руками. Чтобы защитить себя от битого стекла, либо же осколков, которые могут залететь. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, если артобстрел вас застал за рулем и находитесь на улице. Ни в коем случае не надейтесь, что вы на машине сможете убежать от снарядов. Так как вы не знаете, куда будет падать следующий снаряд. Плюс угроза, машина опасна тем, что там находится бензобак. Чтобы обезопасить себя, находясь за рулем, нужно немедленно остановиться, выскочить из машины. Ну и найти укрытие, залечь в какую-нибудь канаву, либо водосток. Точно так же и в общественном транспорте. Нужно немедленно остановить автобус и покинуть данное транспортное средство. Мы рассказали об основных правилах поведения. И самое главное, это не впадать в панику. Когда вы залегли в какой-нибудь укрытие, в канаве, в водостоке, главное, можно начать считать взрывы. Можно начать считать минуты. Это, во-первых, вас немного отвлечет. Во-вторых, любой артобстрел не может длиться более 20 минут. А тем более, авиаудар он еще короче. Но главное, после того, как все закончилось, очень внимательно смотреть под ноги. И ни в коем случае не брать неизвестные предметы в руки. Особенно это нужно обратить внимание на детей и подростков. Так как украинская армия часто использует кассетные заряды, которые могут либо не разорваться, либо разрываются позже. И для вашей личной безопасности лучше отойти от таких неизвестных предметов, чтобы их обезвредили. Информация штаба гражданской защиты о поведении во время артиллерийского обстрела. Если артобстрел застал вас на улице, сразу падайте на землю. Только после этого оглянитесь и поищите более надежное укрытие. Помните, осколки летят на высоте 30-50 сантиметров, поэтому укрыться можно вдоль высоких бетонных бордюров. Идеальная защита – это траншея или канава, подобная окопу. Нельзя бежать к зданиям, особенно если это современные офисные здания, состоящие из стекла и металла. Надежным укрытием служат подземные переходы, метро, широкие трубы водостока под дорогой, подземные овощехранилища и паркинги, смотровые ямы СТО, глубокие подвалы под домами старой постройки, в которых есть два выхода. Если обстрел застал вас в машине или любом другом транспорте, немедленно останавливайтесь и отбегайте от дороги. Нельзя прятаться под машинами и любой другой техникой. Вы посмотрели эти видеоролики, как видят свои институты. Но если произошло в этой институте, то у нас даже обязательно будет. Если у нее с самого рынка, то из-за того, вот, не класть, то есть вы уже там все-таки рядом с этим. Так вы сможете охотать самостоятельную помощь в своих странах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok